Я приветствую вас, дорогие дети Божьи, именем и любовью того, который крепко возлюбил нас и продолжает любить, и по своей любви являет милость к нам с вами, посылая благоприятное время, не лишая благоприятной возможности быть на этом месте, за что хотелось бы и еще вместе сказать слава нашему Господу! Это место, как брат Роман уже сказал, для того, чтобы нам учиться. Мне хотелось бы подчеркнуть, отметить, чтобы каждая душа понимала, что здесь Учитель Бог и Дух Святой, что к этой школе мы должны быть предельно не только внимательны, но должны быть открыты наши сердца, да поможет каждой душе Господь. Он на этом месте своим Божественным Словом желает нам с вами сказать свою Божественную волю. Дорогие братья, дорогие сестры, мы здесь, на этой конференции, которая имеет девиз о том, чтобы мы служили каждой многоразличной благодатью Божией. Я бы сказал, что эта тема говорит о том, чтобы мы с вами могли понимать эту многоразличную благодать, чтобы мы могли ею пользоваться и этому научить тех, для которых Бог поставил вас и нас. Я повторяю, подчеркивая, что мы должны научить их этой многоразличной благодати Божией. Конечно, о благодати Божией, поскольку она многоразлична, написано много книг, Много проповедей сказано, но все, что кроется в слове «многоразличная благодать», конечно, в моем понимании не выражено. И я сегодня, дорогие братья и сестры, хотел бы обратить наше внимание, что раз многоразличная благодать, значит, понятна, это что-то не одно. И когда мы рассматриваем этот вопрос в контексте Священного Писания, то мы даже находим, апостол Павел в послании Ефесянам пишет и говорит о том, что каждому дана благодать по мере дара Христова. Когда мы читаем послание Коринфянам, то в 12 главе апостол пишет и говорит, «Дух, то есть благодать Божия одна, а действия разные, то есть многоразличная благодать». Я бы хотел сегодня в этом плане остановить наше внимание на три аспекта, «Которые важны, которые необходимы, я повторяю, нам знать и передать тем, кому мы служим». Первое. Многоразличная благодать для нас, многоразличная благодать в нас и многоразличная благодать через нас. Конечно, может, я не вложусь в тот регламент, но я бы хотел остановить наше внимание, сказать и особенно помолиться, чтобы мы, во-первых, разумели правильно именно действующую многоразличную благодать для нас, в нас и через нас. В моем понимании это не одно и то же, особенно если это смотреть именно на христианство в настоящее время. Когда мы читаем Слово Божие в этом плане, то мы видим, что это многоразличная благодать, о которой мы читаем в Слове Божием, ну, я, может, не буду некоторыми сопрочитывать, только напомню, чтобы сократить время. Апостол пишет послание Тимофею, вернее, Титу во второй главе, и говорит, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». То есть благодать для нас с вами или многоразличная благодать действует, во-первых, для того, чтобы именно грешнику, человеку, находящему во вражде с Богом, дать примирение. И в конечном итоге мы видим дать спасение. Когда мы в этом плане читаем, то многоразличная благодать Божия. Я прочитаю из послания римлянам в 3 главе 24-25 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. Спасающая благодать явлена через веру в пролитую кровь Господа Иисуса Христа, чтобы даровать прощение грехов. Слава нашему Господу! Мы понимаем, что это благодать, которая для того, чтобы даровать, как я уже сказал, примирение. И апостол Иаков говорит в 1 главе 18 стихом «Восхотел, родил нас словом истинный, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». В этом плане мы видим, что это благодать данная для нас с вами, чтобы нас из грешников с детей. Как Христос сказал на книжках фарисеев, вы, дети дьявола, сделать детьми Божьими. Слава нашему Господу! И поэтому апостол Павел дальше пишет и говорит, что, допустим, это благодать для нас, чтобы сделать нас Его детьми. В послании Галатам мы читаем, апостол Павел говорит, «Вы по вере сыны Божии, которые получили прощение сделанных грехов». И в 4 главе говорит, «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего о воотче то искрещение Духом Святым». Мы понимаем, что это есть именно вопрос, которого некогда не понимал Никодим, которому, допустим, именно Христос сказал, слушая слова Никодима, который именно признал Христа спасителем, мы знаем, что ты от Бога. Христос смотрел да говорит, я немножко слышал, слушай, ты не знаешь главного, то, что ты знаешь, что я спаситель, потому что мы понимаем, народ израильский знал этого живого Бога. Никодим признал его спасителем, он говорит, но надо тебе родиться свыше, ему не было это понятно. Поэтому, допустим, благодать Божия для нас, для того, чтобы нам с вами дать прощение, дать примирение, сделать сынами Божиими. Слава нашему Господу! Поэтому мы считаем в этом плане именно апостол Павел говорит, что нам эта благодать дает. Знакомое место Священного Писания, римлянам, пятая глава, также я напомню, может, некоторые слова не совсем дословно, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божией. Поэтому благодать Божия, то есть мы должны сами понимать и, я повторяю, научить передать это народу подрастающему или поколению, которое будет после нас с вами. Конечно, о том, что благодать Божия дарует прощение, мир с Богом, рада спасения, это тоже отдельная тема. Но я бы сказал, что несмотря на то, что это так важно, но это еще не все. Это при некоторых условиях, которых я хочу сказать, это даже печально, особенно в 21 веке. Суть заключается в том, что всю можно понять, признать благодать Божию для нас, но не касаться вопроса благодати, действующей в нас. Потому что если мы не обратим наше внимание для себя и не научим тех, которые, за которых мы в ответе, вы за подрастающее христианство, а мы за членов, то рожденные дети могут быть младенцы, могут быть больные калеки, могут быть и должны быть сильные. то есть другими словами, это благодать, которая дана для нас, должна произвести, мы должны понимать и научить, чтобы те, которые познали эту благодать, могли понимать и заботиться, чтобы эта благодать что-то сделала в нас. Дорогие братья и сестры, рассматривая этот вопрос, это не мое просто понимание, об этом говорит Слово Божие. Когда мы читаем в послании Титу, в третьей главе, пятый стих, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банею возрождения и обновления Святым Духом. Благодать Божия для нас, для того, чтобы дать возрождение слава нашему Богу. Но насколько мы обращаем внимание для себя, насколько эта благодать именно нас меняет, потому что слова говорят возрождением и обновлением. им. Я повторяю еще раз, что именно эта благодать в нас должна произвести определенную работу. Это должны знать и те, которым мы преподаем. о том, почему я сказал, есть некоторая опасность, потому что если смотреть на христианство в глобальном масштабе 21 века, вы много видите обновленных. Больше можно видеть, что это те, которые были в мире, они почти такие уверовавшие, они остаются такими. Такими в словах, такими в поведении, такими даже в внешности. Но благодать Божия данная для того, чтобы нас, во-первых, сделать, как я уже сказал, его детьмы, но именно дать нам обновление. Конечно, я когда-то вообще на вопрос обновления говорил определенную тему обширно, но в данном случае я хотел бы только подчеркнуть, дорогие друзья, что важно именно, как я сказал, понимать, что на этом месте и Слово Божие это школа, где Бог Духом Святым и Словом Своим учит и хочет нас с вами сделать его детьми рожденными, не младенцами. обновленные обновленные ссорятся, обновленные обижаются, ропшут, поносят, да нет, а если это есть, но ведь это не какое-то сочинение, это именно ведь Слово Божие, которое именно показывает для нас именно ту волю Божию, тот план Божий, который определил для нас с вами, для церкви его, для членов, которая должна проводить вечность, которая должна встретить Христа, когда он придет. Я думаю, без обновления стыдновато будет, но это скромно выражено. Написано, что скажут горе падите. Хотелось бы немножко на этом еще остановить наше внимание. Ведь именно когда мы читаем Слово Божие, а мы должны быть внимательными, если задеем какую-то мысль, то рассматривать в контексте всего Священного Писания. Мы живем во времена благодати Божьей, времена Нового Завета. Что Бог о этом времени предсказывал? Читаем Иезекилия 36-й главы 26-го стиха. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, то есть жестокое, гордое, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь в вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставе моих будете соблюдать и выполнять». Если бы по-человечески смотреть, то, смотря вот на эти слова, насколько Бог планировал служение Нового Завета, служение Церкви обновленной, можно бы плакать, смотря на сегодняшнее христианство. Ведь этот вопрос настолько серьезный. Бог являет благоприятное время, дарует благоприятную возможность словами благодатью стучит для наших сердец. Но если именно они не открыты, Бог может постучать чем-то другим. Но когда Господь начнет стучать чем-то другим, то есть лишит благоприятного времени, и когда станет достаточно узкий путь, тогда как сито откроется. Поэтому это очень важно для нас с вами в настоящее время, в которое Бог дарует нам. Что является именно обновлением. Я благодарен Богу, что на все вопросы, которые могут возникать в нас, Слово Божие дает нам ответ. Когда мы читаем послание римлянам, в 12 главе там написаны слова, можно даже их прочитать, обновля, обновиться духом ума вашего. Другими словами, в нас должно измениться наше мышление. Наши мысли должны измениться. Конечно, о мыслях это тоже отдельная тема, о которой можно было бы много говорить, но мы понимаем, что совершенно изолироваться от мыслей мы не можем. Они так стучатся, даже я бы сказал, так навязчиво, когда мы многое можем слышать, когда мы многое можем видеть, но именно надо понимать, что наша цель, чтобы наши размышления мы не давали согласия этим мыслям в наше сердце, то есть упражняться. Они приходят, а мы мыслим о горнем, а не о земном. Многие христиане, я даже сказал, даже бы и работу не ведут в этом плане. Некоторые приходят исповедуются и говорят, ну как, ведут работу, но плохо получается, почему и как. Но именно Слово Божие показывает, что если мы хотим, чтобы наш разум был обновлен, то нам надо, понимая это, стоять на страже и вести работу. потому что многие проповедники приводят этот пример и говорят, мы же не можем запретить птицам летать над нашей головой, но гнездо свыть мы не должны позволить. Это значит, что мысль пришла, но мы не должны о ней дальше размышлять или, как я сказал, не давать именно места в нашем сердце, потому что только начнем размышлять, пойдут чувства, пойдут именно смотря в каком плане, начнем рассуждать, да почему он так сказал, да почему она так сделала, не говоря уже о некоторых плотских вопросах, а когда допустим именно мы будем вести работу для того, чтобы наш разум именно был обновлен план Божий таков, он для этого Новый Завет через пролитие крови своего единородного сына восстановил это, Богу стоило большую цену заплатить, представьте себе, как-то мне так коснулось, я стал размышлять, святой Бог, в смысле Христос, Сын Божий, положили на крест, забывают гвозди святому чистому, и быть к этому равнодушным, я даже выразил таким словом, преступление, не говоря о том, что это не ценить, поэтому в данном случае мы должны именно понимать, даже если немножко коснуться дальше, это работа многоразличной благодати Духа Святого, она всегда была для этого, Дальше в Ветхом Завете я прочитаю такие слова. Первой книге Царств, 10 главы, где Самуил говорит на Саула и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком, и ты пойдешь прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для приношения всесожжения мирных жертв. И дальше говорит, как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. Вы рассуждали и рассматривали, в чем заключалась вот с одной стороны работа Бога, чтобы менять сердца жесткие, гордые, насмиренные и святые. И когда, допустим, именно мы смотрим уже десятой главы, когда Саула воцарили, 26 и 27 стихи. Так же и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрее, которой сердце коснулось Бога. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал этого. Это о чем-то говорит? Иное сердце. Если бы это было старое сердце, кто тут? Я царь? Они обо мне такого мнения, я предприму мэрии. С такими надо, таких убрать надо рассчитаться. Конечно, мы этого не делаем. Но уж когда нас не почтили, не похвалили, когда нас не одобрили, или что-то не сделали, у нас какое сердце? Иное или стало старое? Ну, ведь это свет и воли Божьей. Это, допустим, настолько четко Господь показывает для нас с вами, что для чего это многоразличная благодать для нас с вами, которую, как я уже сказал, мы должны знать, иметь, и именно этому научить тех, которые нас слушают. конечно, если говорить в этом плане изменения, то послание римлянам же мы читаем слова, где апостол Павел говорит, чтобы мы служили Богу не по ветхой букве, а в обновлении духа, обновлении разума, мышления, я уже сказал отчасти, и дальше он показывает и говорит, что многоразличная благодать не только может даст способность менять мышление, а именно менять дух человека, то есть чувствование во Христе Иисусе. Да благословит Господь, чтобы именно мы это понимали, для чего многоразличная благодать для нас и в нас. Но я сказал, что третий аспект многоразличной благодати не только для того, чтобы для нас и в нас, но чтобы действовать через нас. Конечно, я только вкратце немножко в этом плане скажу, потому что это тоже отдельная, допустим, именно тема. Мы понимаем, что именно те определения воли Божией к нам с вами, к народу Божьему. С одной стороны, я повторяю, чтобы именно нас спасти, дать спасение, нам именно дать обновление, нас изменить, и в третьих, для того, чтобы эту благую весть мы могли нести другим, ведь именно Христос сказал, идите, проповедуйте, идите, научите. И мы с вами понимаем, теоретически мы можем видеть много практических именно примеров жизни, когда мы можем здесь, когда, скажем, не мы, а люди, христиане, это делают в благодати, которые изменены, они делают с Богом, именно Бог через них совершает, влагает, и когда без Бога это бывает малоэффектно. Но на эту тему облаговествования другие бывают служения, я хотел бы только обратить наше внимание к нам с вами в нашем положении и в нашем служении. Давайте мы откроем послание Колоссянам 4 главы 6 стих. Апостол Павел пишет и говорит «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Вы хотите, чтобы именно те души, которым вы служите, как я сказал, подрастающее христианство, поколение, которое будет после нас, оно, чтобы приняло эту эстафету, необходимо, чтобы мы с вами могли иметь состояние, чтобы наше слово было с благодатью, и этому научить их. Когда в этом плане мы читаем Ефесянам, 4 главе 29 стих, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть я повторяю многоразличная благодать Божия, чтобы действовать для нас, чтобы действовать в нас и чтобы действовать через нас. Когда мы в этом плане рассматриваем именно служение, о котором мы видим апостола Павла, почему настолько он был успешен и благословлен? Да потому, что он говорит, не я, впрочем, а благодать, которая со мною. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы именно правильно поняли меня, что я не хочу показать кто какой, но я говорю это для того, чтобы как для понимания, так и для пожелания, чтобы именно понимали и заботились, чтобы многоразличная благодать могла в нас действовать и действовать через нас. Об этом я не только хочу вам сказать, говорю, а я готов помолиться, кому, возможно, склоним колени, вставши, будем молиться господа.